Итак, это анализ рынка 2 ноября 2022 года. Время 7 часов 45 минут по московскому времени. И рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Ну вообще фон на утро позитивный, но опять же, по индексу ММВБ, ожидая проторговки, вблизи поддержки уровня ЕМА-9 и ЕМА-200 2160 пунктов. Это сейчас очень важный уровень поддержки, на котором осуществляется позиционная раздача больших участников рынка, о чем я говорю последнюю, по факту, неделю. Ну и как следствие, ланговать данный уровень, да, и данный инструмент, да и вообще весь российский рынок прямо сейчас, повторюсь, это реально глупо, будучи, когда на перегретом рынке входит толпа орда покупателей, вы подписываете себе лосеводный приговор, где в дальнейшем убыток будет неизбежен. Нужны ли такие риски, решайте сами, но я лично против. А перед началом данного видеоролика я бы хотел презентовать телеграм-каналу Profit. Автор данного телеграм-канала зовут Олег, и на своем канале 24 февраля он закрывал шарты и покупал Fusagro. Как итог заработал на Fusagro 83% прибыли, на ВКонтакте 61% прибыли, на Озоне 33% прибыли и на Северстале 17% прибыли. Причем все идеи он дает бесплатно, абсолютно бесплатно, никаких випик, курсов и марафонов не имеется. Поэтому ссылочку на данный телеграм-канал я оставляю в описании к данному видеоролику. Далее я бы хотел продолжить мысли следующим образом. Сегодня в 21.30, 2 ноября, состоится заседание Федеральной резервной системы, он же Центральный банк США. Что ожидать на этом заседании? Я расписал свои мысли на нашем телеграм-канале, биржевик, акции РФ, США, валюта, технический анализ, официальный телеграм-канал. Ссылка на него имеется в описании под каждым видеороликом в первом пункте телеграм-канала, в пункте А тот самый телеграм-канал, где я эти мысли расписал. Там выходит также технический анализ, мысли, аналитика, обозрение, торговые идеи, сигналы и прочее в этом духе, что касается рынка. Рекомендую подписаться. Инфа, выходящая там, задержка во времени поступает на YouTube. И перехожу теперь на ожидания по ключевой ставке ФРС. Смотрите, сегодня будет подъем ключевой ставки примерно на 0,75% пункта, то есть до уровня 3,75-4%. Важно учитывать следующую мысль. Вы обратили внимание, как американские банкиры давят с ожиданиями по ключевой ставке на ФРС в 2023 году? То есть американские окологосударственные конторы, Bank of America, Goldman Sachs и прочие по списку, крупные банки, уже говорят, что ФРС сменит риторику, ФРС сменит политику, ФРС будет снижать ключевую ставку уже в первом квартале 2023 года. И черт возьми, учитывая политику ФРС, они всегда движутся в тандеме с рынком. То есть что им рынок диктует, то ФРС и делают. Вот сейчас, на этом заседании сегодня я ожидаю продолжения риторики такого глубинного характера в стиле того, что экономика относительно стойко себя удержит. Но это, знаете, лапшу на ушко довешивает вам Центральный банк США. Соответственно, что все в порядке, не волнуйтесь, инфляция устаканивается, бла-бла-бла и прочее по списку. И что-то между строк Джером сегодня, я полагаю, озвучит в виде того, что не в прямом контексте, но в переносном. О том, что, ну простыми словами, это одно из последних повышения ключевой ставки. Еще раз, учитывайте, что ФРС движется согласно ожиданиям рынка по ключевой ставке. То есть, банкеры американские, ФРС подначили поднять ключевую ставку за полгода еще до процесса этого подъема. То есть, середина 2021 года. А подъем ключевой ставки начался только в марте 2022 года. Сейчас они подначили ФРС на снижение ключевой ставки. И в ближайшие там 4-6 месяцев ставку будут снижать. И снижать глопирующим путем, то есть быстрым. Тем самым, у нас, во-первых, сегодня, по мере подъема ключевой ставки, локально скаканет вверх индекс доллара, который сейчас торгуется по недельному графику в диапазоне ЕМА-9. Это розовый лининг. Ну, примерно цель сегодняшнего отсылка в момент заседания ФРС после выхода американцев на торги – это 112 пунктов. Как следствие, у нас сырьевые рынки будут под давлением. Это нефть, это газ, это золото, серебро, платина, палладий, медь. Криптовалютный рынок будет тоже потом под давлением. Но это все не что иное, как локальный ход торгов. Тут важно разделять локальный ход торгов от среднесрочного. Чуть попозже эти инструменты перейдем, где более детально обговорим, что от них сегодня ожидать. Поэтому сейчас мы наблюдаем последние подъемы ключевой ставки страны ФРС. И очень скоро начался процесс снижения. Я еще раз напомню, что когда ФРС напрямую объявит, что все, процесс повышения завершен, теперь будет процесс снижения, то есть смягчения ДКП, то индексу бакса будет хана. Его среднесрочный цель подень 97,89 пункта, да, а потом и вовсе 7,89 пункта. Надо понимать то, что по мере обвала американского доллара будет рост цены на сырьевые товары, бла-бла-бла, рост инфляции, бла-бла-бла и прочее по списку. Поэтому ставка только на сырье. Все. На сырьевые активы. Но я еще раз напомню, что по месячному графику на экзапаксе просто как шарашки на конторы перегрет. Поэтому учитывайте, что это пятая волна роста в рамках уже 15-летнего восходящего канала к хаям подошли, от хаев скоро будем обваливаться вниз. Это неизбежно. Поэтому, как говорится, учитывая тельную макроэкономическую конъюнктуру, ту, которую я сейчас обозначил, можно делать грамотную ставку на рынок в дальнейшем. Поэтому я свои среднесрочные позы в сырьевых товарах постепенненько набираю в последнее время. Буду удерживать в дальнейшем. В первую очередь, это такой сырьевой товар, который называется золото-рубль. Вот. Чем попозже у него тоже перейдем в рамках этого видео. И пока не парюсь, не ссуечусь, вообще не кипишу. То есть, просто жду своего часа. Вчера, кстати говоря, я тоже опубликовал интересную заметку, мысль касательно денежной массы в корреляции с индексом МВБ. Ну вот, перед вами тот график, который я раньше не афишировал, но основную мысль этого графика я много раз озвучил, что крупные участники рынка сейчас находятся в кэше. То есть, крупные участники – это банкиры. Они пока, откровенно говоря, боятся входить в рынок акций на текущее предотвремение, потому что есть ряд политрисков. И, соответственно, тут свои нюансы тоже имеются. Но, видите, пузырь 2006-2008 годов по российскому кэше была денежная масса. Индекс МВБ – это синяя линия, а денежная масса – это желтая линия. Вот, видите, пузырь еще и здесь был на фоне притока от странных капиталов российский рынок. Ну и где находится денежная масса, где находится на самом МВБ. Это перепроданность стратегического формата. Я не говорю, что российский рынок нужно ланговать от текущих уровней. Вообще нет. Я об этом мысле тоже здесь написал. Это лишь сигнал среднесрочный, долгосрочный к тому, что рынок российский, он очень сильно перепродан. И когда вся эта политическая басня закончится, тогда уже начнется активный галопирующий рост всего рынка акций Российской Федерации. Поэтому, да, ставочку я на него в любом случае делаю. И на грядущих коррекциях у него я постепенненько буду забираться, заходить. Потому что объявление о завершении СВО, поверьте мне, рынку придаст такой импульс, что банки, именно госбанки сюда влезут, будь здоров, как? Это надо понимать. Они сейчас сидят в ОФЗ. Ну это может приравнять к кэшу, к наличности. В ОФЗ они потом конвертируют на налик рублевого, налик рублевого они впарят в рынок акций. И потом отчувствуются такой галопирующий памп российского рынка с целью на 3-3 500 тысячи пунктов. Это будет позже. Намного позже. И нужен драйвер в виде завершения СВО, там потенциальных переговоров и прочего в этом духе. В общем, в целом, поглядим, посмотрим, как оно будет. Но ожидания рынка вот они на этом графике указаны. Пока рынок боится, страхи велики. Так что, повторюсь, ожидаю. Сегодня про торговки в диапазоне 2160 пунктов. Вот тоже недельный график. И месячный график. Ну давайте неделю мы остановимся. Здесь, видите, формируется клин. Вот. Раз, два, три, четыре. Пятая волна клина, полагаю, будет где-то вот на уровне 2000 пунктов примерно. Поэтому коррекционная модель, она сохраняется. Ну и перейдя уже на дневной график, здесь картина такая же, да и на четырех часам такая же. Блин, раздача. Тупо раздача. Раздача это уже с 27 октября на этом эшелоне. Просто посмотрите, видите, как. Яма 200, Яма 9. Все перегрето на стратегических сопротивлениях ценовых. Все. Потом увидим коррекцию, ну примерно к уровню 2.90, затем 2.20, потом 2 косаря. И будет формироваться посередина волна Е, то есть в рамках модели треугольника. И эта волна Е, она уже будет конечной волной для разворота всего российского рынка. Это надо помнить. Поэтому да, локально цели краткосрочно ниже, но среднесрочно они вот где-то вот здесь вот. Находится. В общем и целом, как-то так. Среднесрочная поза буду подбирать по мере коррекции российского рынка. Потому что модель в виде конвергенции на недельном графике, она пока сохраняется. И она вряд ли будет пробита даже на текущей коррекции. А это, черт возьми, хороший ныл. Особенно в тандеме с тем, что творится с денежной массой. Она гигантская. Индекс ММВБ просто где-то в заднице торгуется. Поняли, да? То есть кэша валом. Кэша много. Банкиры ждут своего часа. Но пока боятся. Но риски велики, как говорится. Пока они сами не знают того, что будет в дальнейшем. Далее. 10.56 это индекс РТС плюс его фьючерс. Смотрите, какая картина рынка здесь. Та же самая шляпа. Недельный график. Имеется ряд непротагонных областей. Коррекционные цели по РТС. Особенно по мере роста пары рубль-доллар. Примерно на уровне 1050-1000 пунктов. По дневному графику тоже раздача наблюдается на текущих эшелонах. По 4-х часовому. Та же самая шляпа. Имеется ЕМА-200, ЕМА-9. Локально, конечно, ЕМА-200 пробьют, прошьют. Целью выхода на 1130 на шартовую область. Но потом за нее и вернутся. Поэтому, в принципе, локально я готов был бы рассмотреть шартовую идею по фьючерсу на РТС. Как раз и от уровня 1140 пунктов. Ну а фьючерс на РТС это эквивалентен данный уровень. 1140 пунктов. Примерно на... Ну, где-то здесь 114 тысяч пунктов. Откраски 1140 пунктов по индексу. Так что сюда локально выйдем. Все уже перегрето. Все катастрофически перегрето. Ну и как следствие, там проходит такая серьезная жартовая область, в которой можно было бы проторговать. А почему бы и нет? В общем, картина рынка, в принципе, прежняя. Скоро увидим коррекционное давление. Почему бы и нет? Далее, пара рубль-доллар и фьючерс на пара рубль-доллар. Тут картина следующая. Во-первых, дневной график. Ну, даже после завершения налогового периода, проторговка идет в диапазоне 60-61. Честно говоря, это начнет утомлять, потому что цели в виде шипов остались также выше. У нас также имеется большой четкий боковик. Между уровнем 54 и 63 округлим. И вот пока... А, нет, вру. Обманут 57 и 63. Но пока там в большом боковике, на дневной графике торгуемся. Но опять же, напомню, что цели выше. Все равно среднесрочные. А сейчас, точнее, коммерсант в понедельник сообщал в следующую ночь о том, что добыча нефти в Российской Федерации падает. Вот. Как следствие, какие-либо механизмы государство подключат для того, чтобы дальше проводить процесс девальвации рубля. Что касается импортно-экспортных операций, то параллельный импорт уже вырос в три раза. Согласно данным ряда госаналитических агентств. И, соответственно, паритет наблюдается относительно между спросом и предложением. Поэтому по мере восстановления такого более жесткого паритета, по мере восстановления торговых операций, причем не важно каких, официальных, неофициальных, параллельный импорт или официально, вообще пофигу, просто пофигу. Рубль будет падать. Я, признаюсь честно, хочу уже третий день записать видео про обвал рубля. Блин, постараюсь сегодня это сделать, потому что руки не дотягиваются. Вчера там были мои лично технические вопросы, я решал позавчера. Там идеи по рынку искал, потенциально шортовые. В общем, каждый день он четко расписан по графику и трудно выделить даже свободное время для того, чтобы какие-нибудь там другие дела поделать. Попробую сегодня это время выделить на запись видеоролика про будущее обвал рубля, обосновать, какие макроэкономичные механизмы для этого имеются. Но цели, повторюсь, прежние. 75-80 и даже цели повыше, из плыга 90. По дневному графику, я полагаю, скоро увидим выход на ЕМА-200. 65 рублей, 60 копеек. Так что у меня, в принципе, валютные позы тоже имеются. Имеется также поза золота в рублях, о чем попозже поговорю с вами. О целях ее, напомню точнее. Среднесрочно выше. Среднесрочная, пока картина не меняется. Тут, как было, так и остается все. В такой феерический Армагеддон в виде сверхукрепления рубля я, честно говоря, не верю. Типа доллар по 20, доллар по 10, по 15. Это уграбление российской экономики. То есть, это плохо очень. Поэтому государство сейчас предпринимает все возможности для того, чтобы рубль девальвировать. Так что картина пока прежняя. Далее, СНП-500 и фьючерс. Ну, во-первых, я еще раз напомню, что с ними будет свидание ФРС. Они ставку повысят. Будет локальный рост индекса бакса. Будет локальное снижение американского рынка, садьевых товаров, крипты и прочих сухих. Короче, цель по СНП вот здесь. 3.800 на Яма-9. Поэтому к этому уровню мы сегодня, полагаю, придем. Это не лонговый уровень, по крайней мере, на дневном графике, но на часовом графике проходит Яма-200 на этом же эшелоне. Здесь, в принципе, локально на отскок я бы, блин, рассмотрел американский рынок. Почему бы и нет? То есть, фьючерс на СНП-500 имеется в виду вот он. Как раз на уровень 380 пунктов ровно. В общем, погляжу, посмотрю. Подожду за сезон ФРС. Дальше торговое решение по вечеру приму. Далее нефть марки Брандт. В принципе, как я позавчера в анализе писал, идем к уровню Яма-200, Яма-100. К верхней грани боковика 96 долларов, 97 доллару за баррель. Я позову целую, видите? Я вам так скажу, что в принципе, скоро будем выше. Намного выше. То есть, видите, формируется некое подобие треугольника. Вот. Оно здесь находится. Вот. Но я еще раз напомню, что недельный график. Блин, нефть скоро будет по 140. Вот здесь. Это причем знак не въезд запрещен, а просто крестик. Да, как этот. В людях X. Человек X нарисован здесь. Вот. Цель здесь. Цель здесь. Потому что у нас впереди падение американского доллара, рост сырьевых активов, товаров. У нас двойная вершина здесь отработана. Дивергенция отработана. Цели ниже, которые я еще указывал в апреле, что цель-то 80-85. Мы пришли. Все. Теперь цели выше. 140. Так что, по мере выхода нефти к этому эшелону, ну, сырьевые товары будут расти, инфляции будут расти. И, в общем, как-то так, если откровенно говорить. Поэтому, картина прежняя. Локально придем на 96-97, дальше ждем пробоя, выхода вверх. Потому что этот эшелон, да, ЕМА-200, ЕМА-100, цена бьется, бьется, бьется. И вот обратите внимание, как снизу-то выкупают. Прямо берут, оп, выкупили, оп, выкупили, потом, оп, выкупаем. И потом что, как правило, когда вверху цену сильно придавливают, внизу ее бешено галлопирующе выкупают, чтобы потом и запампить выше. Так что, блин, по нефти скоро... Ну, для российской экономики это, конечно, плюс. Да, есть рынки сбыта в виде китайцев, индейцев, там, юго-восточная Азия это, конечно, преимущество имеет. Даже высокую цену на нефть это плюс. Потому что даже с дисконтом нефть марки Юрлс при нефти марки Brent 140 будут торговаться на уровне 110-120. Да? Это очень такой серьезный плюс. Экономика будет удерживать на плаву. По крайней мере, пока цены на сырье высокие. Ну, а дальше, как что будет, то будет. Посмотрим. Поэтому взгляд на нефть прежний у меня. Что касается природного газа, здесь я все равно сейчас записал тайм-код, придерживаюсь не прогноза, нет. Скорее удерживаю вот данный уровень ЕМА-200 450. То есть, держу этот уровень на заметке. Почему? Потому что это уровень стратегически разворотный, после которого, да, вот раз, два, три, четыре, А, Б, С, да, газ пойдет штурмовать уровень уже там десяти, двенадцати долларов. Опять же, по миру цен на ряд сырьевых товаров, роста цен на нефть, газон тоже идет очень сильно вверх. Поэтому тут важно, чтобы понимать, пожалуй, то, что газ американский торгуется в относительной корреляции с газом европейским. Учитывая то, что европейцы у них будет высокий спрос на газ в феврале-марте, потому что свои ресурсы исчерпают к этому периоду времени из хранилищ, перерабатывать новые СПГ будет очень трудно, мощности не хватит. То есть, они будут уже с весны, да, ввести активную покупку американского СПГ в свои хранилища. То есть, с весны можно ждать нового раунда роста цены природных газов в Европе. Вот. И как следствие, с весны, может даже с конца зимы, посмотрим, можно ждать большого извиняюсь, большого разворота цены на природный газ. Но, повторюсь, уровень ЕМА-200 для меня пока ориентир. То есть, я ну, я прям сейчас газом не торгую, откровенно говоря, потому что, блин, мне нужна железобетон и лонговая область. И, понимаете, в чем проблема фьючерсных контрактов на газ сейчас? Проблема в том, что они торгуются с контангу. Отстой, да? То есть, они торгуются, ну, например, мартовский контракт, да, торгуются по 6 с хреном долларов. Есть и юнинский контракт, торгуются там почти по 7 баксов. То есть, как бы, рынок делает ставку на рост газа в будущем. Я рад за вас. Реально рад. Но покупать по таким ценам это что-то самоубийственное, я считаю. Поэтому, черт возьми, если даже брать среднесрочную позицию по газу с погашением, там, пусть даже в конце 23-го года, я буду брать только ее здесь. Почему? Потому что даже учитывая, что пусть будет природный газ по 4,40, да, на ЯМА-200, то фьючерсы, которые торгуются на российском рынке, на газ, они будут торгаться по 5,40. То есть, со спредом в 20%. Даже если брать эти фьючерсы в средний срок, там, пусть погашение в декабре 23-го года, то, по мере роста цен на газ, этот спред отобьется, и цена тоже потом принесет свою прибыль. Поняли, да, логику? То есть, сейчас брать вообще нахрен не стоит. Сейчас, прям, я считаю, это бредовая идея. Максимально бредовая. Так что, ну, в общем, вы меня услышали. Я так думаю. Но это не точно. Далее. золото. Золото. Серебро. Лать на палладе. Но, еще раз напомню, что сегодня будет заседание ФРС. Джерри повысит статус на 0,75% пункта. Локально. видите, прям, подчеркиваю, локально под давлением будет весь сырьевой рынок, американский рынок и рынок криптовалют. Но, сегодня Джерри скажет, что у него риторика будет полуголубин. Так, знаете, вот полуголубая, как вот голубушек. Поняли, да? То есть, он будет как бы намекать на то, что, ну да, нам пора ставочку снижать, мы это будем делать, когда-нибудь, когда рак на горе свистнет. Ой, а может быть и раньше, пока рак до горы не дойдет, ставочку мы, может быть, и тогда снизим, а может быть, не снизим сразу, надо бы подумать, покумекать за чефиром. Вот такая риторика сегодня и будет. Или-или, вокруг да около, но прямой риторики мы не услышим. Но, отголоски-то уже идут второе заседание. То есть, с августом чиновники ФРС говорили о том, что, мол, ставочку пора бы снижать. Да, вот, блин, индекс бакса крайне крепкий, производство дорогое. То есть, американцы товар неконкурентосопособны. Не вопрос, решим вопрос. Потолочек досели по ключевой ставке почти, да? Вот, доходность трежерис тоже торгуется на гипервысоких уровнях. Поэтому, да, сегодня услышим первые отголоски голубиной риторики из уст Джерома Пауэлла. Это неизбежно, потому что американские банки диктуют политику и формируют погоду на макроэкономическом поприще американского рынка. Это неизбежно так. А ФРС это такой не социально-экономический курс удерживает, как Центральный банк России. Да ни хрена, ФРС насрать на социально-экономический курс. ФРС удерживает корреляцию с ожиданиями банков. Вот. И вы придерживаете такой корреляции, как правило, процент ставки гипернизкая, американская экономика повсеместная, то есть, всемирная. Доллары, мировая эмиссионная валюта, американские, американская экономика кредитует, будь здоров, а не кашля как. И, соответственно, очевидно, вероятно, все просто. И, как говорится, вопросов нет. Что касается золота среднесрочно, блин, цели выше, я так говорил, я и буду говорить. Позу по ней держу. Ну, не фьючерс-контракт, а золото-рубль. Локально, локально, сегодня, жду выхода на медианную полосу 1660. Затем увидим коррекцию примерно к уровню 1640, я полагаю, 1630. Именно в разгар заседания ФРС, когда ставку поднимут, индекс бакса кашлянет вверх, да, там, к уровню 112 пунктов. И, как следствие, увидим локальное снижение ряда с эректуров. Просто, надо понимать одну простую вещь, что это не стратегическое давление, не долгосрочное давление, это лишь локальный ход торгов. Все, не более, не менее того. Просто локалочка. На этой локалочке мы упадем, потом подскочим, силу обретем, импульс повысим, градус накалим и пойдем на пробой, я полагаю, уровня медианной полосы Бонжера с целью на Яма 50, 1680, потом на 1700, 1800, там два косаря. То есть цели, как говорится, остались, конечно же, выше. По серебру ориентир Яма 100, 1985. Пробой не ожидаю. Вот поэтому, как бы, понимаете, всплывает вопрос, уже у участников рынка, мол, тогда как нам торговать вот в рамках того, что будет сегодня вечером. Господа, да легко быть на заборе. Когда вот, вот знаете, лучшая стратегия при торговле, когда выходит ФРС, я вам, наверное, сделаю видеоролики отдельно по основам биржевой торговли, где я более детально все расскажу, покажу, докажу. Но одна простая мысль, она заключается в следующем. Момент заседания ФРС может быть тупо на заборе и ожидать лонговые сигналы. То есть, если ставку повышают, то индекс-бакс катится вверх, целевые товары все это шушеры вниз. То есть, там лонговые сигналы. Чем вы дальше отрыв от медискользящих полос Ямада, тем потом больше потенциал отсоку будет. Но то же самое и наоборот. Поэтому я сегодня тупо поторгую только поутру с 10 до 12, потом из рынка выхожу, там будут свои дела дальше делать в тандеме с рынком и буду жать за состояние ФРС, потому что потом появятся сигнальчики на лонг металлов, на лонг СНП, на лонг крипты. Все. Поэтому от текущего уровня по тому же самому серебру пробоя не ожидаю вверх. Мы видим снижение примерно сюда куда-то. Сейчас вам покажу на дневном графике. уровень, ну, примерно Яма-9, 19.30, когда вся эта эпопея начнется, в логачество мы и придем. Но это опять же локально, то есть не в стиле там упали, устали, залежались, отдохнули. Нет. Упали, лонги собрали, отскочили. Все. Вот такая политика, такая стратегия. по платине цель находится локально здесь на 980. Но опять же, да, отработали 940. Все шикарно, все понятно, все отлично. Но, блин, опять сюда-то мы и придем. Вероятнее всего уже сегодня. Вот отскочили так, да, проторговались, потом бжик, на Яма-9 упали, потом опять разорвались и пошли еще выше. Вот такая картина. По Палладию тоже Яма-9, но, блин, по Палладию картина, зараза, следующая. Вот здесь она, эта картина. 1800 долларов за унсу. Это шипом, между прочим, эта цель отработали, но, черт возьми, цель-то и пониже осталась. 1750, поэтому по мере прихода Палладии на 1800, 1750, я, блин, планирую набирать лонги на ОМС в зелененьком банке, да, на отскок уже Палладии, потому что фичи брать тупо, фичи торгуются с Кантанго, брать Палладии в рублях не получится, такого инструмента просто-напросто нету, да, нигде. Поэтому ОМС, только ОМС на отскок и дальше там уже можно будет пошайтанить. Что касается золота в рублях, цели среднесрочно выше, но по мере девальвации по меру на золото будем пробивать треугольник именно вверх, импульс сохраняется и, соответственно, цели у нас остаются вот здесь, 4200, 400 и 600. В общем, неплохо. Not bad. Not very bad. Что касается крипты, здесь картина следующая, биткоин, фириум, прочее в этом духе. О, во-первых, забыл одну мысль вам озвучить, смотрите, это просто гениально. Вчера на нашем сырьевом телеграм-канале, да, я опубликовал новость о том, что центральный банк сейчас галлопирующий, бешенными, жесткими, лошадиными темпами скупают золото. Во. Ой, пардон, не то. Вот. Во. Золото. Вот видите, сейчас идет ставка центральных банков на будущую инфляцию, на будущее ослабление доллара. То есть, понимаете, что когда крупничок в виде банков садятся в этот паровозик под названием бабки, они сейчас, между прочим, сели в него. То есть, где-то мы находимся уже на дне рынка по металлам. Поэтому, черт возьми, это охрененная новость. Это реально шедевр. Шедевр классики. Крупник сел, толпа верит в золото по косарю, и такие банки рся там, волосики на пальчик крутят, говорят, что может быть, пора разворачивать данный рынок. Может быть, пора Джером Паулу язык меж булочек засунуть. Это его ставочка. Пора ставочку снижать. Сегодня жири выйдет, скажет, что ой, 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 все, скоро будем снижать. Ох! Да вы что? Как неожиданно. Ну, естественно, не в таком ключе, но в более переносном формате. Но это та самая политика, которая ФРС постепенненько подходит. Поэтому, учитывайте, что центральные банки по уши в золоте. О как. В общем, это надо помнить. Крупняк сигнал дает, поверьте. Ну и возвращаясь к теме крипты, здесь картина обыденная. Я еще раз напомню, что принимать торговые решения на уровне Яма-9, это насильно сыграть в русскую рулетку, да, вот там, покрутить барабанчик-револьверчика с надеждой на то, что когда вы нажмете на курок, ничего там из его дула не вылетит. Птичка не вылетит. А птичка может вылететь, поверьте. И птичка коррекционного воздействия. Поэтому мозги, пожалуйста, поберегите. Еще пригодятся. Я все к чему клоню, потому что индекс бакса локально вверх, да, в момент заседания ФРС, крипта локально на пробой Яма-9 вниз. То есть ориентировочная цель снижения крипта находится вот примерно здесь, на Яма-50. То есть приняв торговое решение на Яма-9, вы как бы играете, идете ва-банк. Что вот, вот, сука, я прав. Вот, вот, сейчас, сука, выстрелится. Вот, мне звонили, мне сказали, сейчас будет точный выстрел. Да, с перевернутым экраном монитора выстрел состоялся, но в рядовом положении монитора, в нейтральном, выстрел состоялся вниз, а чувак делал ставку на выстрел вверх. Или че, виха, не важно, какого гендерного пола. Аккуратно, 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 учитывайте макроэкономическую парадигму. По эфираму та же самая шляпа. Яма-9, принимать торговые решения в преддверии заседания ФРС, мне кажется, мягко говоря, это неэтично, глупо и максимально несуразно. Поэтому будет заседание ФРС, индекс баксы локально вверх, да, локально, я полагаю, будет вверх. Но вернемся к минимуму на Яма-9, может быть, даже локально мы проколем Яма-9 с или выходом на 1500 на Яма-100. Потому что криптовалютный рынок это очень волатильный рынок, как следствие, там цена двигается очень быстро, мега, мега, супер-пупер молниеносно, так скажем. Что касается российского рынка акций, то, черт возьми, в понедельник я локально и публично и в нашем закрытом телеграм-канале платничке шартил «Газпромнефть», прям рвал на себе последние футболки и говорил, что да, да, перегрето. И, черт возьми, цена перегрета, да. Ну и шарта пришлось немножко переобуться на забор, да, то есть я шарту откупил в почти полтора процента профита. Почему? Потому что жопой чуял, что эти сволочи еще не допампили цену выше. И я оказался прав. То есть шартовая область находится вот здесь, да, согласно тому техническому анализу, который я публикал на нашем телеграм-канале в контакт-группе Янхзен в понедельник. То есть мы почти к ней подаши 440-450. Поэтому, учитывая какая-то прям серьезная раздача позиций, да, на российском рынке на, как бы, проторговке уровня 2160 пунктов, что надо учитывать? Повторюсь, рынок раздают. То есть рынок вырос, рынок перегрелся, и крупничок, он из него постепенно выходит. То есть выходит, опять же, разгружаясь об толпу. Там всякие люмпины приходят, верят в светлое будущее, им кто-то что-то где-то как-то пообещал, хотя никто ничего не обещал, но они это интерпретируют себе так в мозгу, потому что, когда они смотрят, например, говоря, прогноз погоды, да, им говорит метеоролог, что завтра, скорее всего, состоится дождь. Но это не точно. Потом этот человек интерпретирует, что нам обещали дождь, нам обещали дождь, беру 50 зонтов себе в портфельчик, себе в сумочку дамскую. Ох, хорошо, 50 зонтов в дамскую сумочку уместилось, это как анекдот с огнетушителем, да, даже нету. У мадам начинается попа-порывай, ботхёрд. Вот то же самое и здесь. Никто ничего не обещает, да, никто ничего не гарантирует, 50 на 50 или-или, если есть. Но, опять же, учитывая текущую динамику российского рынка, я ещё раз напоминаю, вот по ряду эмитентов, голубых фишек, двойнуха есть, вынос есть, не проторгованных областей, хоть жопы жуй, скоро будем падать. Шартова область находится, я опять же по Газпромнефти, да, естественно, скоро буду её постепенненько вновь шартить. Естественно, что, признаюсь мне, очково, если так откровенно говорить, это, знаете, удерживать такой долгий шорт, потому что я человек более лонговой стратегии, и даже если вижу, что, например, там, в биржевом стакане большое количество на покупку имеется, да, в каком-то имитенте, либо вижу, что цены удержат, как, например, Газпромнефть на уровне Яма-9 и не пробивает Яма-9 не сто, это меня начинает напрягать, и как следствие я шарты закрываю. Да, это называется инстинкт самосохранения, это нормально, это то, что сподвигало человеческую расу выживать последние эдак миллион лет, наверное, может побольше, но роли не играет. Поэтому мы дожили до текущих, потому что мы а, выживальщики и б, мы очень разные, разный подход к выживанию. И то же самое, чтобы выжить на рынке, необходимо учить такие простые детали, не пробивать Яма-9, к черту лучше выкупить шорт, да, лучше его откупить и побыть на заборе. Но опять же, повторюсь, RCI по 80 пунктов, допускаю выход на 85, к жесткой шартовой области 440-450 пунктов, даже к сопротивлению 454, нет, 453 рубля все-таки. И учитывая то, что Газпорно торгуется в боковике, да, вот на этом диапазоне, все вроде неплохо, все шикарно. От нее мы потом будем снижаться, но примерно к области теста двойного дна, ну, плюс-минус 380-390 рублей за акцию. Поэтому подобное шартовое движение я был бы не против поймать, не против отторговать, но опять же, делать это максимально аккуратно. Но радует другое, что на дневном графике уже цена перегрета. Это не может не радовать. Что касается акции компании Лукойл, тут картина такая же. Смотрите, есть ценовой перегрев, все возможные позитивные новости уже в цене этой бумаги, есть ЕМА-200, где цена торгуется, раздается точнее. Цена, в принципе, ее шартовая область находится вот где-то здесь, 4890, да, к этой области нас могут подвести, то есть на локальный памп, на локальный вынос уже с финальным таким вот исходным, таким вот финальным пампом. Но потом, блин, все надо помнить, что цена А перегрета, цена Б росла безоткатно и в цене под букву КВ находится череда, пожалуй, орда непроторгованных областей. И есть двойное дно, да, в пункте Д, вот здесь. Есть вынос, но нету теста, а тест будет именно где-то здесь. Поэтому, да, я ставочку, в принципе, на шар буду еще раз делать, примерно от уровня 4800-4900. Вот с этой коррекционной целью, вот примерно сюда куда-то, на 12-15% цена все равно неизбежно упадет. Но с другой стороны, цена торгуется, опять же, в боковике своем. То есть, вот, как и Газпромнефть. Пробить ЕМА-200 по дневному графику здесь сейчас не получится, импульса не хватит. Поэтому особых иллюзий я не питаю. Что касается компании Новотек, здесь картина, пожалуй, следующего толка. Смотрите, есть ЕМА-200, который цену будет постепенно двигать. Я в этом, ну, гарантии не даю, естественно, но убежден. Поэтому шорт-облес находится здесь, вот, по алгоритмической стратегии. Много раз ее от ЕМА отбивали вот здесь, вот там еще, с левой стороны графика и прочего в этом духе. поэтому к 1160 еще могут подогнать и здесь уже я лично увижу, что вот цена будет адово перегрета на дневном, на 4-х часовом графике и как следствие тут я предпочел бы открыть шорт, такую уже еще раз попытку предпринять и где-нибудь до ЕМА-9 прокатиться вниз, то есть до уровня 1060, может быть, даже пониже, но время покажет. По Северстали здесь, я полагаю, будет некое подобие дивергенции формироваться по этой бумажке, но повторюсь, шорт область находится вот здесь, 850, 860, но опять же от ЕМА-9 значит локальную откупать вверх, то есть могут вот так вот прийти, да, дивер жесткий появится здесь, да, а потом путем двойного ее обвалят. Почему есть двойнуха, вынос, нету теста, а тест будет в любом случае, это лишь вопрос времени, потому что все подобные позитивные новости, да, которые рынок уже учел, они в цене рынка, то есть что могло бы рынок еще запампить сильный вверх, это завершение своего, все, но этого не будет в ближайшее время, и даже не в по 100 не запампит рынок сильно вверх, почему, потому что это не драйвер ни хрена для роста, сейчас, это драйвер был для роста ранее, понимаете, а рынок жил ожиданиями, так что особо губу раскатывать, что, мол, цена будет выше, 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 прямо далеко космос полетит, это маловероятно, и это надо всем нам с вами понимать, поэтому, подводя итоги анализа рынка, я скажу следующую мысль, точнее, озвучу следующую мысль, ну, во-первых, блин, еще раз, рынок перегрет, это естественно, это нормально, это адекватно, шортовые идеи, в принципе, я вам сейчас обозначил, это Северсталь, Новотек, Лукойл, и Газпром, нефть, как минимум, это второе, третье, жду заседания ФРС, жду уже голубиной риторики из УСН Джерома Паула, который нам будет говорить, что, да, вот, будем аккуратничать, будем, так сказать, в будущем ставочку вероятненько снижать, потому что даже сейчас демократы уже конкретно критикуют действия ФРС, то есть, повышение ставки это крайне опасное изъявление, это может привести к массовой потере рабочих мест, то бишь, к галлопирующему витку финансового кризиса, то есть, мы уже в рецессии, весь мир в рецессии, да, мировая экономика, в том числе и США, потому что ВВП отрицательно выходили, но сейчас ВВП постепенно стабилизируется у американцев, и черт возьми, чтобы этот баланс сохранить, ставку надо будет в дальнейшем понижать, и демократы в этом плане правы, это нормальные экономические изъявления, поэтому сегодня, да, глубинная риторика со стороны из УСН Джерома Паула, мы будем по себе никогда вслушиваться, уже из его ус, это надо понимать, не из чужих, там, булларда, шмуллардов, там, все эти чиновники ФРС, а из УСН Джерри Паула, поняли, да, это, это нормально, так что, я, повторюсь, поторгую только здесь и до 12, в принципе, есть какие-то публичные сигналы в рынке будут, я их опубликую, по крайней мере, если будут, но это не точно, шортовые идеи по Газпром, нефти, Лукойл, Новотеку, Северстали, все равно я в мозгу удерживаю, я бы их был не против проторговать публично, почему бы и нет, ну и, как следствие, жду за состояние ФРС, повторюсь, при подъеме ключевой ставки на 0,75% пухта у нас будут локальные движения доллара вверх, индексы доллара имеются не пара рубля-доллара, а индексы доллара, сырьевые товары упадут, и американский рынок тоже упадет, и на часовых графиках даже можно будет, я полагаю, залонговать, почему бы и нет, в общем, подожду, посмотрю, с 12 часов я буду уже на заборе, то есть торговать я как-то в принципе не буду после этого времени, потому что надо будет ждать американцев, как они откроются будет интересно, может быть они уже по мере открытия индекс-баксы запампят вверх, такое тоже нельзя исключать, поэтому буду следить крайне внимательно за происходящим, принимать то или иное торговое решение в соответствии со своей стратегией алгоритмического и технического формата, потому что откат сырьевых товаров S&P и отскок индекса доллара, я считаю, это неизбежное волеизъявление в рамках предстоящего экономического события, в общем, правду жизни я вам озвучил в рамках истины в последней инстанции, почему, потому что в истории рынка такое неоднократно уже бывало, при каждом свидании ФРС при принятии довольного решения, поэтому картина в принципе очень интересная, ну а я вам напомню еще раз, что у нас имеется перечень наших медиа-каналов в описании под каждым видеороликом, в первом пункте наши телеграм-каналы в канта-группе Яндекс.Зен и вам рекомендует на них подписаться, так как информация, которая выходит там, задержка во времени поступает на YouTube, ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия, наши главные союзники, говорю об этом последние несколько лет и буду продолжать говорить в дальнейшем, поэтому постараюсь сегодня записать видеоролик про причину следственной связи обвала рубля в дальнейшем и постараюсь уже по возможности записать видеоролик про то, как действовать в момент заседания ФРС, как вот трейдер вообще, какие действия предпринимать. В общем, на все времени, к сожалению, не хватает, поэтому приходится разбивать время на, так сказать, иметь свой тайм-менеджмент, то есть в один период времени делать то, в другой период времени делать все, в третий период времени по чефирить в четвертый период времени уже что-нибудь полезное совершить. В общем, жизнь — это расписание, в другом никак. На этом все. Всего вам доброго, до свидания.